Девушки отдыхают Ты едешь в лифте с двумя парнями. Они пытаются произвести на тебя впечатление, но на каждом этаже ты можешь заменить любого из них новым попутчиком. Воспользуйся кнопкой «Стоп», если выбор кажется слишком трудным. Но помни, на свидание в пентхаус ты можешь взять только одного. На что они пойдут, чтобы удержаться в лифте? Сегодня в лифте Эля. Девочка, которая поет. Поет в душе, а также перед душем и после душа. Меня называют «девочка, которая поет», потому что я пою на японском языке лучше, чем на русском. Меня зовут Денис, мне 22 года, я музыкант. Меня зовут Арнольд, мне 21 год. Профессиональный горнолыжник. Занимаюсь модельным бизнесом, работаю в банке. Так, ты вставай сюда. А ты сюда. Одно раз тут. Привет. А теперь поменяйтесь. Поменяйтесь. Да. Вам нравится моё имя? Эля? Мне да. А тебе? Да, уже второму человеку сейчас этим видят. Ты знаешь, тебе, я смотрю, вообще не очень нравилось. Поэтому с тебя мы и начнём. Да. Придумай рифмок моего имени. Эля? Знаешь, я рифмопрёктическим никогда не занимался. Плохо было с русским языком. То есть ты не сможешь? Да. Знаёшься сразу? Я не буду сдаваться, просто бред лезет в голову, несусветный. Первое, что пришло в голову, гантели, извини, пожалуйста. Эля гантеля. Ну, я могу придумать что-то ещё. Давай. Эля. Ну, это же так просто. Эля, неделя, карамеля. Вы мне надоели. Не получается. Хорошо? Здравствуй. Привет. А что ты хочешь показать? Со мной ты можешь полностью расслабиться. Я не хочу. Слава богу. А что это такое? Это массажный стол. Я массажист. Классно. Я, честно говоря, сейчас несколько не готова к массажу, поэтому я думаю, что мы продолжим в той же компании. Массаж? Сейчас? Да я и не напрягаюсь. Извини. Какой бы подарок для меня ты бы сделал своими руками? Я бы, наверное, нарисовал что-нибудь. Ну, нарисуй на стекле. Ну, настоящий художник найдёт средство для самовыражения. Отлично. Слушай, ну, на самом деле, это женщина-кошка. Я уже поняла. Я просто не знаю. Мне тяжело это рисовать, на самом деле. А почему ты нарисовал именно мне женщину-кошку? Почему? Женщину-кошку? Мне кажется, это твой образ отчасти. То есть тебе кажется, что это мой образ отчасти? Мне кажется, это у тебя такой немножко дерзкий такой. Хорошо. Скажи, что бы ты сделал? Ну, пирсинга бы добавил. Ты бы меня добавил пирсинга? Да. Тоннели бы. Зайка, спасибо тебе большое. Мне не надо больше пирсинга. Привет. Меня зовут Вячеслава. Ты знаешь, мне нравится цвет твоей кофты. В принципе, третий этаж – это невысоко. Поэтому я думаю, Денис, что ты без проблем спустишься вниз. Пока. Пока. Гуляй отсюда. Вячеслав, 21 год. Не умеет открывать бутылку зажигалкой. Мальчики, вы на самом деле какие-то мало разговорчивые. Вдохни, пожалуйста. Заходите. Вдохни, глубоко вдохни. Так, раз, два, три. Ну, ладно, так, теперь ты вдохни. Раз, два. Грустно. Ты в фитнес не ходишь, нет? Ходишь, мало ходишь. Тогда сейчас мы будем делать следующую вещь. Мы проверим ваш объем легких другим способом. Банку с водой иду туда. Извини, не угадал. Выбирайте, кому какой. Выбрали. Проблемы, я считаю, они могут не расти. На счет три. Вы начинаете их надувать. Легкие – не самый лучший орган, который стоит милить у мужчины. Приготовились. Раз, два, три. Ну. Ну. Вячеслав справился с этим сам. Теперь твоя задача – лопнуть этот шарик, но не руками. Любыми другими частями тела. Всегда хотел это сделать. Не знал, как это будет. Ну, в осадке я сделал. Сильно. Все красиво, мне все нравится. Поэтому сейчас мы делаем следующую вещь. Мне кажется, поскольку ты мало ходишь в фитнес, Вячеслав, сейчас тебе будет очень полезно прогуляться вниз пешком. Извини, но для тебя нет места в этом лифте. Эля – классная девчонка, но не моего формата. Дима, 24 года. Никому не дает подержать свою электроскрипку. Чем ты меня можешь удивить? Вот прямо здесь и сейчас. Попробуем сделать то, что я давно не делал. Дикость на самом деле. Ты мне скажи, ты есть будешь, да? Практически целая. Ну, олдскул, небольшой, скажем таки, транспортинг, который перемещает предмет. Великолепно. Слушай, а почему ты так не сделал? Я меня… Мало чем можешь удивить или не хочешь. Перед Элей стоит трудный выбор. Заменит ли она кого-нибудь в лифте? А ведь она еще не знает, кто ждет ее выше. Кто проведет с красавицей романтический вечер в роскошном пентхаусе на вершине небоскреба? Смотрите далее. Открытая Эля все ближе к пентхаусу. Пешком вниз уже отправились неубедительный массажист, неоригинальный Денис и хилый Вячеслав. Сейчас не в лифте яркий Дмитрий и самоуверенный Арнольд. Кому удастся доехать до последнего этажа и провести удивительный вечер в роскошном пентхаусе? А здесь лифт? Да, здесь лифт. А что тут происходит? Может быть, тебе не сюда? Ой, ребят, помогите, пожалуйста, попросили на тему этаж повезти. Нет, нам не надо, пожалуйста, у нас пассажирский лифт. Он что, и правда хотел покорить меня кресло? Удачи. Вы знаете про ситуации, когда девушку сравнивают с бревном? Да, да. Знаете, да, все слышали? Представьте себе, что вы приглашаете девушку на танец. Замечательная музыка, все красиво. Девушка тоже красивая. А она оказывается как стул. Поэтому сейчас вы мне покажете, что вы будете делать в такой ситуации. Аноль, ну у тебя последний шанс как-то себя проявить хотя бы со стулом. Дальше пойдем вот так. А зачем ты приседаешь? Давно не занимался. Я занимался балетом, сейчас мало места, к сожалению. Так, мало места, понятно. Пусть будет девушке холодно, и тебе надо ее согреть. Накинь на нее, сделай это нежно, ведь это же девушка, ей холодно. Посмотри на ее цвет, ей очень холодно. И продолжай танцевать. Печально. Девушка ждет твоих нежных чувств. Никогда не плясал со стулом, а тем более в лифте. Надеюсь, никогда больше не буду этим заниматься. Девушка, можно вас пригласить на медленный танец? Мне было бы очень приятно. Она скромно молчит, понимаю. Но вы с ней зато хоть по цвету друг другу подходите. Да, идеально. Танцевать со стулом, это было весьма необычно. Да посмотри, как он красиво танцует. Человек, видимо, с опытом или в другой зази, если не может. А представьте, что случилось так, что я согласилась пойти с вами на свидание. Какой вариант свидания вы бы мне могли предложить? На воздушном шаре. О, боже. Просто пойти в какое-нибудь место довольно-таки позитивное. Я так и знала. Привет, красавица. Нет. Пойдем куда-нибудь. О, боже. Привет. Ну, может быть, ты мне сможешь предложить какой-нибудь более интересный вариант романтического свидания? Конечно, предложу. Мне их очень много. Дмитрий, Эли, Дмитрий, Эли, Эли, Арнольд, Эли, Арнольд. Но мне больше нравится Эли, Арнольд, поэтому, Дмитрий, спасибо тебе большое. Дмитрий, удачи. Поищи пожарный выход. Приветствую. Привет. Денис, 25 лет, любит ставить людей в тупик неожиданными вопросами. Я хочу померить объем вашего рта. Сейчас вам нужно положить в рот как можно больше чупа-чупсов. Берите. Столько, сколько возьмете. И на счет три, когда я скажу, вы начнете класть в рот. Бери. Вы боитесь переоценить свои силы? Все готовы? Раз. Секундочку. Два. Шустрый. Три. Начали. Очень красиво, молодец. Так. Продолжай, продолжай. А ты открывай рот пошире. Так, слушай, ну это талант. У тебя ждет успех. Видите больше. Давай, раз, два, давай, еще третий. Давай, давай, я в тебя верю. Вспомни бутик хомячка. Он же смог. Вот видишь, у тебя все получается. У тебя еще один в руке. Давай, еще. Я вижу, но это тоже торчит, это неправильно. Четыре. Пятый снаружи. Давай, три уже есть. Четыре есть. Слушай, классно. Ты, может, обоялся, а? Нет, печальный конкурс. Мой рот больше такого не выдержит. Насилу. Сколько у нас получилось? Четыре. Четыре. Так, четыре. А у тебя? Ну, пятый не считается. Нет, ну, четыре, четыре. Вот видишь, как у нас тут весело. Привет, тут же Ваня. Привет. Хочешь побыть звездой? Хочешь побыть звездой? Я продюсер. Пусти. Арнольд, ты так старался. Ты столько работал. По-моему, ты мечтаешь уже покинуть этот жуткий лифт. Да? Мечтаешь? Не мечтал. Не мечтал? Тогда с... Денис. Денис, а ты можешь поменяться местами. Думал, зайду. Там будет тёлочка нормальная, высокая, модель с третьим размером груди. Тогда расскажи о себе. Меня Дима зовут. Дима, 24 года, может устроить вечеринку в любом помещении. У меня очень красивые кеды. Вам нравится? Очень. Очень, да? Тогда я хочу, чтобы вы сейчас встали на колени и поцеловали. Кеду. А можете ногу? Аригад. Нет, выше не надо. Меня устроят здесь. Ты ещё у меня обезболивающий укол сделай. Дядя, доктор. Ну, чё ты мне не живёшь? Ты на столкнул мне тело. Давай же, сделай красиво. Ну, мило. Да, неплохо. В принципе, мне понравилась. Дима. Хорошо. А я хочу увидеть верхнюю часть вашего тела. Можно быстро и решительно. Так. Ну, что? Я не знаю, как тебе. Да, вот лично. Вот тебе, девочки, какие больше нравятся? Бледни или загорелые? Мне. Тебе? Загорелые. Вот и мне мальчики тоже больше нравятся. Загорелые. Поэтому мы остаемся. Сармандер. Точнее, мы уходим. Остаёшься здесь ты. Эмма, девочка, я желаю тебе удачи с твоим зайчиком. Я так рад, что Элли появилась в моей жизни. Я зашёл туда первым. Продержался до конца. И выиграл. Я сделал это. Элли появилась в моей жизни. Элли появилась в моей жизни.